МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Бесплатно, но небезопасно. В одном из дворов обнаружился целый грузовик с газировкой, который никому не принадлежит. Дети пьют шипучку и радуются, а взрослые бьют тревогу. Не вредная она или опять зомби наступают? Почему установка базовых станций превратилась в сказку про белого бычка? И кто ее с таким усердием рассказывает? С чего начинается родина? Авторам нового учебника пришлось не только вспомнить строчки из советской песни, но и своих бабушек. Что нового в новом учебнике по чувашскому языку? Рядом с детской площадкой в микрорайоне Соленоя дом номер 3 стоит безхозяйный грузовичок с просроченной газировкой в кузове. Местная ребятня с удовольствием хлебает шипучку, тем более она абсолютно бесплатна. Родители недоумевают и пытаются найти ответ на вопрос, кто бросил сомнительное лакомство у детской площадки. Несмотря на сильный дождь, с нашей съемочной группой согласилась встретиться многодетная мама из Соленова. Она, как и другие родители, с ужасом глядит, как детвора с интересом разбирают содержимое грузовичка. Дети ходили по району с бутылками лимонада в количестве 5-6 штук в руках. Мы решили выяснить, откуда они берут этот лимонад. Как выяснилось, что брали они с этого грузовика и срок годности в нем вышел в 2016 году. Мы не знаем, какие будут последствия из-за того, что дети пили этот лимонад. Хозяина груза никто не видел. Номеров у полуразобранной машины тоже нет. То есть обращаться в ГИБДД бесполезно. Открытым остается вопрос, кто будет отвечать, если кто-то из любителей шипучки отравится. Хотя и утверждать наверняка, что в этих родноцветных бутылках мы тоже не можем. Факт в том, что внутри что-то газированное и что-то плавает. По словам местных жителей, этот грузовик стоит здесь уже около двух недель. За это время его уже почти полностью опустошили. Мы отправили запрос в администрацию района с просьбой выяснить, кому принадлежит груз и почему бесплатная газировка сомнительного происхождения в свободном доступе рядом с детской площадкой. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. Едва не закончился трагедией пожар в многоэтажке в Новоюжном районе Чебоксар. Выгорело всего 10 квадратных метров, брендмейстеры даже классность возгоранию не присваивали. Но жильцы дома в произошедшем видят прежде всего угрожающую тенденцию. О причинах, а главное, о следствии случившегося Екатерина Шиверова. Этот дом в народе называют «Китайская стена». Таких по стране сотни, если не тысячи. В Новом Новояде Человейник. Когда начался пожар, Лидия Зайкова, баба Лида. Для соседей первой забила тревогу. У нас горит что-то. Она говорит, не у нас, говорит. Это не наше, говорит. Потом смотрю, с улицы идет дым сильный. Потом я ей говорю, иди-ка сходи домой, может они спят, говорю. Она пошла, никто не открывает. Никто не открывал, но в горящей квартире был человек. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире, расположенной на седьмом этаже здания. Огонь охватил мебель в зале. В квартире в этот момент находилась 30-летняя дочь хозяина. Женщина отравилась угарным газом и потеряла сознание. Из-за дыманного помещения ее эвакуировали сотрудники МЧС. Пострадавшая доставлена в больницу. Пожар ликвидирован спустя полчаса. В тушении задействованы 6 единиц основной и специальной пожарной техники. Причина возгорания в настоящее время устанавливается. 30-летняя женщина не смогла самостоятельно покинуть место пожара. Корректно говоря, из-за особенностей психического развития. Она живет с родителями. Но иногда все-таки остается дома одна, без присмотра. Этот пожар уже не первый. Бывали. Из-за чего в основном? Ну, наверное, где-то и халатность нашего председателя. Потому что надо осматривать, что у нас на площадках. Какая вот, если там отметки, курить нельзя, допустим. Наверное, нужно потщательнее смотреть. Вообще-то страшно, конечно. Реальную причину возгорания теперь установят эксперты. По словам соседей, пострадавшая женщина не курила. Екатерина Шиверова, Регина Кубайкина, Павел Иритков, Республика. Установка базовых станций в регионе, говоря простыми словами, уже напоминает сказку про белого бычка. Сколько раз объясняли специалисты и эксперты, что связь безопасна, а излучение не вредит здоровью. Каждая базовая станция обрастает не только антеннами, но и слухами, и мифами. Сегодня на сход собрались жители деревни Нарваш-Шигали. Собрались вокруг уже давно стоящей базовой станции. Когда узнали о планах ее модернизации. Вспомнили о старых страхах. В итоге, небольшой населенный пункт едва не раскололся надвое. Одни против, другие за то, чтобы наладить современную связь. Нам-то надо интернет, да, нам нужен. Пожилые говорят, что им вредно. Но это, наверное, только мифы. Вроде интернет сейчас везде, в городах вообще рядом стоят, за мамой. Мы думаем, интернет нужен. Убушка нужна. Ну, связь у нас была, конечно, не самая хорошая. Потому что село, территории большие, а связь охватывает мало. Но нам нужна хорошая связь. Мы тоже хотим жить. Чтобы примирить спорщиков, в Батаревский район приехала министр цифрового развития и массовых коммуникаций республики Кристина Майнина. Есть объективные расчеты, которые делают специалисты, на основании которых выбирается лучшее место установки базовой станции. На самом деле, если посмотреть сегодня на города, то у нас базовые станции где в основном стоят? На крышах домов. То есть нам важно выбрать место, во-первых, наиболее высокое, потому что будет лучшая зона покрытия. Ну и с технической точки зрения установки базовой станции, то есть соблюдать те правила, те так называемые соты. В очередной раз мы ответили на вопросы людей. Как всегда у нас вопросы касаются фобий, что это вредно. Еще раз вместе со специалистами людям проговорили, что это не вредно, что мы с вами и так все пользуемся сотовыми телефонами. И мы только хотим улучшить, мы не продавать что-то приехали, а просто разъяснить, что это благо, от которого не нужно отказываться. Потому что мы в 21 веке живем, и без связи сейчас просто невозможно. В итоге, как сообщают репортеры республики, которые работали на месте, министру удалось успокоить жителей. И уже совсем скоро, сразу в нескольких селах отдаленного района появится возможность не только быть на связи с родственниками, но и вызвать скорую помощь, пожарную охрану. Более того, теперь жителям доступен суперсовременный сервис, телемедицина, точно в том же объеме, что и в мегаполисах страны. Выборы должны быть честными, открытыми и свободными. Причем слово «максимально» здесь неуместно. Волеизъявление граждан на предстоящих выборах не потерпит ни талики допущений. Для достижения этой цели Чувашское региональное отделение партии «Единая Россия» заключило сегодня соглашение со штабом общественного наблюдения. Напомню, решение о создании ШОН было принято чуть больше года назад. И теперь организация занимается подготовкой наблюдателей на предстоящих сентябрьских выборах. Россиянам предстоит избрать депутатов Государственной Думы, местных парламентов и самоуправления. Вот так прокомментировало подписание соглашения секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Алена Аршинова. «Данное соглашение фиксирует и подчеркивает настроение партии «Единая Россия» в движении и стремлении поддерживания, открытой конкуренции, демократичности выборного процесса, открытости, легитимности. И для нас очень важно, что штаб общественного наблюдения работает уже не первый год, зарекомендовал себя, показал свою эффективность. И для «Единой России» очень важно поддерживать объективные, хорошие рабочие отношения со всеми общественно-политическими, общественными силами, которые заинтересованы в открытости и честности выборов». В самом штабе общественных наблюдений заявили о готовности обеспечить наблюдение за ходом голосования на всех уровнях и на избирательных участках, даже в отдаленных населенных пунктах. И это несмотря на едва ли не рекордную конкуренцию за депутатские кресла в избирательной кампании 2021 года. «Шесть политических партий, включая две парламентские и 15 некоммерческих организаций. Что это дает? Ну, как вы знаете, на избирательных участках будут присутствовать наблюдатели от общественной палаты, от партий, от кандидатов. И для нас очень важно, чтобы между ними была не конкуренция, а была почва для сотрудничества. Потому что все работаем на одну цель – сделать выборы законами, прозрачными, и чтобы их итоги никто не мог оспорить». Чистая вода может стать не совсем чистой. В селе Порецкое строят новые очистные сооружения. Старые морально и физически устарели, из-за этого вода некачественная. Объект – один из многих подобных в республике, отстающий в первую очередь из-за того, что поздно начались работы и подрядчики затягивают с поставкой оборудования. Эти очистные сооружения строятся в рамках федеральной программы «Оздоровление Волги». Старые уже полностью разобрали и начался монтаж новой станции водоподготовки. В ближайшие дни начнут прокладывать трубы. «Были изначально тоже на 700 кубометров в сутки очистные сооружения, которые же и морально, физически устарели. Построить новые биологические очистные сооружения, тоже производительные 750 кубометров в сутки, для того, чтобы потом, после очистных сооружений, чистая вода попадала в реку Мене, а она соответственно в Суру и Волгу». В связи с общероссийским подорожанием стройматериалов начались проблемы с поставкой оборудования. В частности, рост цен на металл сказался на стройке в Порецком. Поставщики из разных регионов диктуют свои условия, ссылаясь на законы рыночной экономики. А сами просто поднимают цены. В итоге стоимость объекта с 220 миллионов рублей выросла до 250. «Надо начинать оплачивать подрядчику средства за выполненные работы, потому что, очевидно, если не будет вот этого движения, у подрядчика могут появиться проблемы с оборотными средствами, и тогда у нас может затормозиться процесс выполнения строительно-монтажных работ. Именно процесс выполнения строительно-монтажных работ, их синхронность, своевременность очень важна, потому что мы с объектом вошли очень поздно в строительство. Это было вызвано тем, что мы очень долго анализировали саму проектно-сметную документацию, приводили его в порядок, и это мы делали, исходя из того, что нами сейчас выработана единая концепция и стратегия обеспечения решений по водоснабжению и водоотведению населенных пунктов Чувашьей республики». Контроль за качеством строительства в регионе не только позволит избежать социальной напряженности, но и выполнить обязательства региона перед гражданами, заявил глава республики на заседании правительства. Как отметил Олег Николаев, ликвидация Ветхого жилого фонда и переселение людей в новые квартиры в установленные сроки возможны только при комплексном подходе к благоустройству и возведению инфраструктурных и дорожных объектов. Отмечу, по региональной программе формирования комфортной городской среды в текущем году приведут в порядок 34 общественных и одну дворовую территорию. Благоустройство продолжается в городах АлатР, Канаша и Мариинский посад. Кроме того, на реализацию проекта «Дорожная сеть» в рамках нацпроекта БКД в 2021 году выделено более 2,5 миллиардов рублей. Отремонтируют более 98 километров дорог, 4 моста, несколько путепроводов. По федеральному проекту обеспечение устойчивого сокращения непригодных для прожила жилого фонда в Чувашской республике в этом году будет расселено 70 граждан из 34 жилых помещений в двух аварийных домах общей площадью 1,1 тысяча квадратных метров. Объем финансирования 40,8 миллионов рублей, из них средства фонда 39,6 миллионов рублей. Значит, с марта 2021 года ведется строительство предварительного дома Акционерного общества строительства строительства в городе Шумерли. В августе месяце планируется заключение контракта, это будет 100% пополнено. Всего в 2021 году в регионе в рамках нацпроектов реализуются 46 программ. Общий объем финансирования почти 16,5 миллиардов рублей. Из них полтора выделено в рамках программы «Жилье и городская среда». Подготовка к выборам набирает обороты. Партии, подавшие документы на выдвижение списков кандидатов на выборы в Госсовет Чувашии, завершают сбор подписей в поддержку своих кандидатов. Сбор подписей – обязательный этап для всех непарламентских партий. В прошлом году новые люди успешно преодолели 5-процентный барьер в четырех субъектах России. И теперь при выдвижении в Госдуму эту процедуру могут пропустить. А для прохождения в парламент республики подписи необходимы. Очень благодарен за то, что вы поддерживаете. Мне это очень интересно. На данный момент мы уже собрали более 5000 подписей. Находимся уже на финишной прямой. Собираем с запасом, чтобы подать в избирательную комиссию только правильные подписи. Спасибо жителям Чувашии за то, что дают возможность партии новые люди участвовать в выборах в госсовет Чувашской республики. Мы точно сможем оправдать все ожидания, которые люди нас возлагают. Поддержать партию новые люди можно и другим способом. Отдать голос через портал госуслуг. Для этого надо войти во вкладку «Мои выборы», выбрать выборы депутатов государственного совета и проголосовать за партию новые люди. Наша партия сейчас хочет решить две проблемы. Первая – это с трудоустройством молодежи. После окончания учебных заведений они с трудом куда-нибудь встраиваются на работу, и мы хотим решить эту проблему. Вторая проблема – это с заполнением их свободного времени. Все подписанные листы передадут в избирательную комиссию. После проверки подлинности подписей новые люди вступят в предвыборную борьбу за мандаты депутатов Государственного совета Чувашии. Партия выдвинула и кандидатов в Госдуму России. По Канажскому одномандатному избирательному округу в российский парламент будет баллотироваться Эльза Кузьмина. По Чебоксарскому округу Олег Баранов. «Единая Россия» – пятая партия, подавшая документы на регистрацию списка кандидатов на выборах в Госсовет Чувашии. Таким образом, документы на регистрацию списков кандидатов на выборах в Госсовет подали пять партий из десяти выдвинувшихся ЛДПР. Партия пенсионеров КПРФ «Справедливая Россия за правду» – «Единая Россия». Это партии, которым надо собрать подписи в поддержку выдвижения своих списков. Оставшиеся пять партий должны представить подписные листы, а также подписи граждан. На данный момент на выборах в Государственный совет выдвинуты 627 кандидатов. Из них по единому округу 486 человек от десяти политических партий. Остальные по одномандатным округам, в том числе восемь самовыдвиженцев. Зарегистрированных кандидатов нет. Партия «Коммунисты России» собрала максимально возможное количество подписей через портал Госуслуги, сообщили в Центральной избирательной комиссии Чувашии. Возможность поддержать выдвижение электронно появилась в прошлом году. Чувашия была в числе трех пилотных регионов. Партии «Зеленые», гражданская платформа, новые люди, родина, выдвинувшиеся на выборах в Государственный совет республики и не имеющие льгот, также активно участвуют в этом процессе. Собрать электронные подписи они должны до 18 часов 30 июля. Тогда закончится срок выдвижения и подача документов на регистрацию на выборах в Госсовет республики. Кандидаты-самовыдвиженцы и кандидаты-одномандатники, выдвинутые пятью политическими партиями, не имеющими льгот, тоже должны собирать подписи в среднем около 1300. Половину из них можно собрать через портал Госуслуг. Активность кандидатов при сборе подписи через портал Госуслуг, она немножко ниже. Кандидаты от партии «Коммунисты России» и российской партии «Зеленые» активно пользуются данной возможностью. Остальные кандидаты пока менее активно используют данный механизм. Собирают подписи обычным образом через подписные листы. Хочу обратить внимание, что данная возможность – это право кандидатов, и партия собирает подписи. Отмечу, что при проверке подписей на бумажных носителях в этом году впервые будут использовать умный сканер, который автоматически будет проверять паспортные данные на достоверность. Сканер поможет выявить похожие подписи и вероятность подделки. С 1 сентября в городских школах Чувашии дети начнут изучать чувашский язык по новому учебнику. Макеты уже готовы, обсуждения прошли, книга получила одобрение и учителей, и родителей, и, что самое главное, маленьких школьников. Мне книга понравилась, она очень цветная. Вот я учусь в пятом классе, я веду много книг. В основном какие-то черно-белые такие, а это прям цветной, все картины вон цветные везде. Не просто текст там, а тут прям нет ни одного задания без картинки. Никаких громоздких текстов и теории. Вся информация в красочных рисунках, схемах, комиксах, таблицах, стихах, песнях и сказках. Как раз то, что нужно первоклассникам. По оформлению книга напоминает веселые картинки. Авторы говорят, что подойдет и для тех, кто уже знает Чувашский, и для тех, кто только собирается учить этот красивый и сложный язык. Основной принцип, по которому мы ориентировались, это, конечно же, коммуникативный принцип. Потому что мы должны детей научиться говорить, понимать друг друга. И для нас очень важно, чтобы дети не только говорили между собой. Очень важно, чтобы учебник стал таким трамплином или такими воротами для знакомства всем миром. Предложение создать новый учебник родного языка для городских школьников озвучил глава Чувашии в своем послании в феврале. В сельских школах с изучением Чувашского проблем куда меньше. Ребятишки растут, что называется, в языковой среде. Разговаривают на нем дома. Под руководством министра образования и молодежной политики региона Аллы Салаевой в кратчайшие сроки разработали новое пособие. Новое во всех смыслах. От подачи материала до оформления. Первого сентября в школах города Чубаксары и Новочубаксарска дети получат учебники чувашского языка. Новые, интересные и современные. Учебник будет дорабатываться в течение этого учебного года. В следующем году мы планируем уже включить данное учебное пособие в федеральный перечень учебников. В процессе апробации, который будет с первого сентября во всех школах города Чубаксара и Новочубаксарска, мы готовы замечания, наверное, те изменения, которые ждут наши дети, внести уже в новое издание. Детям понравился, родители одобрили, учителя взяли на вооружение. Осталось только растиражировать. Авторы проекта уже работают над продолжением учебного курса. Выучить чувашский за год невозможно. Не за горами учебники для вторых и третьих классов. Городские практики. Госслужащие чуваши две недели учились благоустраивать малые города. Опытом делились коллеги из федеральных институтов и фондов страны. В выходные в Театре оперы и балета пройдет мастер-класс для архитекторов, градостроителей, девелоперов, предпринимателей, городских активистов и сотрудников администрации. Специалисты разрабатывают разные концепции развития Чубаксар. Это главные новости чуваши к этому часу. О ваших новостях сообщайте нам по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. Берегите себя и своих близких. Я Татьяна Трофимова прощаюсь с вами. До свидания.